Здравствуйте, с вами Алена Талаш, управляющий партнер компании Роско Консалтинга Аудит. По данным аналитиков, четвертая часть населения России проводит время на дачах и приусадебных участках. Любовь к загородному отдыху объясняется не только заботами о выращивании овощей и фруктов, но и возможностью устроить себе небольшой отдых, пожарить шашлык, попариться в бане, провести вечер с друзьями. Помимо прав у дачников и садоводов, есть определенные обязанности. Невыполнение которых может обернуться немалым штрафом. В этом видео разберем, за что могут оштрафовать дачников и садоводов. Штрафы можно получить за самые, на первый взгляд, безобидные вещи. Первый тип выращивания наркосодержащих растений. Кажется, что данный вид штрафа неприменим к дачникам, за исключением тех, кто намеренно занимается выращиванием гектаров, конопли и других наркосодержащих растений. Тем не менее, любители цветов и растений должны следить за тем, что выросло на их участке. Например, за выращивание эффектного цветка и мопея трехцветная, можно получить реальный срок лишения свободы до 8 лет. А вы знали об этом? Если нет, тогда быстрее подписывайтесь на наш канал. Каждый день вас ждут свежие видео с важнейшей информацией для вашего бизнеса. И не только не пропустите ничего важного, жмите на кнопку подписки прямо сейчас. Важно знать, что в России с 2010 года утвержден перечень растений, содержащих наркотические и психотропные вещества. В этот список вносятся изменения. На сегодняшний день он насчитывает почти 20 наименований растений. В перечне прописано, что относится к крупному и особо крупному размеру растений. Крупным размером для большинства растений считается куст от 10 растений, а особо крупным – от 100 растений. А для кактуса, содержащего мескалина, крупным размером считается от 2 растений. Некоторые из растений, например, конопля и опиумный мак, могут вырасти на участке самопосева. Поэтому лучше заметить эти растения раньше, чем их заметят сотрудники полиции. Если же полиция заметит кусты между грядками, то сотрудники должны составить документ. Предписание об уничтожении растений. За неисполнение такого предписания можно получить административный штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей. Но это в теории. На практике полицейским не представляется возможным обойти все дачные участки для того, чтобы выявить, например, одинокий куст шалфея предсказателя. Мы все любим получать подарки. Особенно, если речь идет о недвижимости. О том, когда подарок оборачивается в необходимость уплатить налоги, мы рассказывали в этом видео. Второй тип – запущение садового участка. Многие дачники полагают, что мой дом – моя крепость. А участок вокруг дома весь зарос репийниками, борщевиками и одуванчиками. В некоторых случаях собственники бросают недострой, а земля несколько лет не обрабатывается и зарастает травой. Важно знать, что владельцы земли обязаны следить за тем, чтобы почва не истощалась, а участок не превращался в поле, заросшее травой. Кроме того, нельзя использовать садовый участок под иные цели. Например, заниматься там бизнесом, открыв автомастерскую. Конкретные признаки нецелевого использования земли прописаны в постановлении правительства. Нецелевым использованием земли считается наличие самовольной постройки на участке загрязнения земли химическими веществами, отходами производства, которые относятся к первым и вторым классам опасности. Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорниками может стоить дачнику от 300 до 500 рублей. Местными властями могут устанавливаться дополнительные меры ответственности. Например, за неудаление земли борщевика сосновского предусмотрен штраф от вот 5 тысяч рублей. Подробнее о растениях, выращивание которых может привести к штрафу, расскажет у из компании «Роско» Дарья Потапкина. Список сорных растений привезен в приложение к постановлению правительства Российской Федерации. Среди них многолетники, пырий ползучий, хвощ полевой, одуванчик лекарственный и полынь обыкновенная, малолетники, чертополохи разных видов, белина черная, пастушья сумка обыкновенная, карантинные сорные растения, паслин каролинский, череда волосистая. В том случае, если по вине собственника земельного участка образуются овраги, провалы, то штраф может составлять от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Третий тип захламления земельного участка. В этом случае дачники нарушают требования пункта 1 ст. 51 Закона об охране окружающей среды. Штраф за складирование мусора на участке и возле него составляет от 2 до 3 тысяч. Повторное нарушение обойдется дороже от 3 до 5 тысяч рублей. Без развода. Минфин предложил увеличить госпошлину за расторжение брака аж 8 раз. То есть ее сумма может вырасти от 650 до 5 тысяч уже в следующем году. Обо всех важных изменениях и событиях мы оперативно рассказываем в наших соцсетях. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Столкнулись с юридическими трудностями? Не знаете, как правильно оформить документы, разрешить споры или защитить свои права? Не стоит беспокоиться в одиночку. Мы предлагаем профессиональные юридические консультации, которые помогут вам сориентироваться в сложных правовых вопросах. Наши опытные специалисты предоставят вам четкие и действенные советы, разработают стратегию защиты и предложат на каждом этапе решение вашей проблемы. Просто позвоните по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн-заявку через удобную форму обратной связи. Не упустите шанс сэкономить. Используйте промокод YouTubeRosco и получите скидку 15% на все наши услуги. Вся необходимая контактная информация находится в описании к этому видео. Не откладывайте, действуйте прямо сейчас. Четвертый тип – это нарушение противопожарных требований. Одно из самых распространенных нарушений, зачастую приводящее к пожару и как следствие материальным ущербом, нарушение правил противопожарного режима. Например, готовить на мангале нужно с учетом того, что расстояние от очага горения до зданий и иных построек должно быть не менее 5 метров. А зон очистки вокруг емкости от горючего – не менее 2 метров. Такой норматив действует при любом приготовлении пищи в емкостях. Если садовод захочет на открытом огне сжечь прошлогоднюю траву, сухие ветки или листву, то расстояние от очага до ближайших построек должно быть не менее 15 метров. Если же сжигать траву, листву и ветки в металлической или иной емкости, то это расстояние уменьшено вдвое до ближайшей постройки. Например, садовод сжигает в металлической бочке старую траву. Тогда до дома соседа должно быть расстояние не меньше чем 7,5 метров. Если при нарушении правил никто не пострадал, то дачник может отделаться предупреждением или штрафом до 15 тысяч рублей. Кстати, о том, как происходит рассмотрение споров в судах онлайн, вы можете узнать из этого видео. Если по вине дачника уничтожено либо повреждено чужое имущество, либо причинен легкий, либо средний тяжести вред здоровью человека, то штраф увеличится до 50 тысяч рублей. Дополнительно дачнику придется возместить и имущественный ущерб, а за тяжкий вред здоровью может грозить и уголовный срок лишения свободы на срок до 3 лет. Как вы думаете, это справедливо? Пишите свое мнение в комментариях прямо под этим видео. Поэтому перед тем, как разводить огонь, дачник должен ознакомиться с правилами пожарного режима в нашей стране и соблюдать их. Пятый тип. Несоблюдение режима тишины. Правила соблюдения тишины действуют не только в городе, но и в загородном. Как правило, региональные власти устанавливают особые требования к соблюдению тишины и покоя. Например, за шум с 23 до 7 часов утра дачникам могут расштрафовать от 1000 до 2000 рублей. В Московской области нарушение тишины и покоя граждан будет стоить дачникам от 1000 до 3000 рублей. Подведу итоги. Отправляясь на дачу, не стоит забывать об обязанностях соблюдать законодательные требования. Иначе выращивание любимых овощей и дачный отдых могут обернуться серьезными штрафами. На этом все. Хотите знать больше? Тогда плейлист «Юридические услуги. Ваш путеводитель в мир и право». Здесь собрано видео обо всем, что связано с юридической практикой и законами. Получите помощь и разберитесь в правовых вопросах легко и быстро. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Талаш. Есть вопросы? Не откладывайте. Пишите их прямо сейчас в комментариях. И наши юристы из компании «Роско» ответят вам совершенно бесплатно. И, конечно же, не забудьте подписаться на наш канал. Будь в курсе. Будь с Роско. Роско.